Вообще, мои родители были спортсмены. Они занимались легкой атлетикой. Конечно, мечтали, что их дети когда-то подадут по их стопам и отдали нас сестрой в спорт. Сначала я начала заниматься спортивной гимнастикой, но потом секцию закрыли, открыли секцию художественной гимнастики, где выросла Екатерина Серебрянская. Может быть, тоже знаете, потому что тоже крымчанка она. Я не подошла для художественной гимнастики и пошла на второй этаж, где был бассейн. И так вот я оказалась как в бассейне. И с этого, наверное, началась моя такая спортивная карьера. Хотя я была еще маленькая, и никто не знал и не загадывал даже, что в дальнейшем я смогу добиться таких результатов. Но я была маленькая, ездила в лагеря спортивные, меня тренер брал. У нас было 500 человек. Школа была, и вот среди 500 человек я одна осталась. Мне было интересно, так как для ребенка, сами понимаете, лагеря, общение со сверстниками, с другими детьми, это какие-то, я не знаю, там каждый день какие-то праздники. И так втянулось, мне очень нравилось так проводить действия, так время. Потому что другие мои какие-то сверстники, они занимались другим чем-то, там хотели гулять, там, ну, по-другому проводили время. А я, в принципе, с этого вот началась моя любовь к спорту. Вот мы вчера были в Артыке с Александром Крикуном, и вот он рассказывал, что везде должен быть баланс, да, вот если где-то немножко ты убавляешь, то немножко надо, как бы, где-то прибавить. Вот, например, там другие, ну, там мои сверстники пошли на дискотеку, я на тренировку, там, кто-то там начал курить, я на тренировку. У меня, как бы, вот такой был, ну, как бы, перевес большой, так как я полностью посвящала свою жизнь спорту, я очень много трудилась. И, наверное, еще благодаря моим тренерам-наставникам, которые верили в меня, которые решили лепить именно из меня чемпионку, потому что видели, как бы, какие-то задатки во мне, ну, как бы, высокие родители, папа почти два метра роста. Ну, и она смотрела мою же комплекцию и, как бы, видела, что с меня что-то получится. И я говорю, что нету, так не бывает. Вот человек хочет что-то достичь, да, но в это не верит или не прилагает максимум усилий, да. Как бы, я мечтала стать, например, олимпийской чемпионкой, да, и я все свои силы, всю свою жизнь, можно сказать, на это отдала. Поэтому у меня это получилось. Серьезная победа, это была в 96-м году в Дании, это был юношеский чемпионат Европы, и я заняла второе место. Но на тот момент это было сильно, так как, ну, юноши со всей Европы собираются очень сильно. И если ты попадаешь там, ну, как бы, в призовые места, то есть уже такие, как бы, задатки на будущее. И, ну, вот это, я считаю, как бы, с этой точки я для себя, как бы, отталкиваясь, и с этой точки пошла моя, так сказать, дальше карьера вверх. Ну, да, конечно, потому что потом через год я уже, а девочки, соперницы мои были на год старше меня, получается, на год старше они были. Я заняла второе место, на следующий год оставили этот же возраст, и я уже выиграла. А на следующий день, год уже мой возраст был, и я, как бы, все равно уже выиграла три года подряд, вот я выиграла на юношеском чемпионате Европы. Ну, и в то же время она взрослым уже занимала призовые места. Я думаю, что, конечно, если человек посвящает всю свою жизнь, да, то он хочет, ну, и просто так вот пошел, да, и отбою время. Для меня этого никогда не было, так как со мной рядом очень много в команде я тренировала спортсменов, но я видела, что они, как сказать, не полностью, ну, как бы, посвящают, да, ну, а я, в принципе, ну, так, старалась сделать все, как я пришла на тренировку, да, я тренировалась эти, там, два с половиной часа, два часа, полностью думаю, как бы, о том, чтобы выполнять все, что мне говорит тренер, да, поэтому все эти титулы, это просто как награда, да, награда за мой труд, за мою работу и за то, что я, так сказать, вот пол жизни отдала этому. Я все равно, ну, так сказать, ну, поддерживаю спорт, участвую в каких-то, там, акциях, касающихся спортсменов, там, ну, я не попрощалась навсегда. Конечно, это уже не тот профессиональный спорт, когда, ну, который был, и я считаю, что я вовремя, как бы, завершила свою карьеру, что, я, знаете, люди, которые уходят, говорят, вот, мне что-то не удалось сделать, не удалось добиться, вот, а если бы мне это получилось? То есть я могу с чистой совестью сказать, что у меня все получилось, что я все, о чем мечтала, выиграла, завоевана, поэтому сейчас новый, другой этап жизни, и тоже бы хотелось с ним быть не хуже, чем в спортивной жизни. Но пока что, получается, не все такое хочется. Слава Богу, что плавание, он такой, менее травматичный спорт, ну, такой, как, там, спортивная гимнастика, легкая атлетика, и я, вот, закончила, в принципе, большой спорт, и могу сказать, что у меня, от всего, никаких, как бы, особо проблем со здоровьем нет. Есть чуть-чуть проблемы со спиной, там, несмотря на то, что, вот, мы закончили спорт, я продолжаю, тем не менее, плавать, ходить в бассейн, когда есть время в тренажерный зал, просто человек, вы знаете, как говорят, в здоровом теле здоровый дух, да, здоровье нельзя купить, там, ни за какие-то, деньги, да, можно как-то помочь восстанавливать здоровье, но, если человек родится здоровым, то стараться сберечь свое здоровье, да, там, заниматься, даже если, ну, небольшим спортом, просто хотя бы той же зарядкой, да, там, пробежками. Ну, вот, мама у меня давно уже не спортсменка, она настолько любит легкую атлетику, что каждый день по 10 километров пробегает, ну, вот, на тренажере для нее, там, вот, как, я не знаю, как кушать, как ходить, в принципе, я думаю, что просто следите за своим здоровьем, знаете, всякие, я не знаю, какие-то там, в том же турнике пойти потянуться, отжаться, там, есть сейчас куча каких-то маленьких таких тренажеров, которые, ну, вот, там, тоже колесико такое, вы знаете, тоже есть. В принципе, главное желание, так как я родилась в Крыму, я, там, вообще, мое любимое место, как бы, по жизни, я люблю сюда возвращаться, несмотря на то, что уже 10 лет в Киеве живу, но все люди меня почему-то считают харьковчанкой, не знаю почему, потому что я тоже там жила какой-то отрезок своего времени, но Крым, я вот, я не знаю, наверное, наверное, он всю жизнь будет со мной, в моей душе, в моем сердце. Вы знаете, я когда приехала, в шоке была, потому что мне показалось, что где-то за границей, там, как меня в Турции, потому что, ну, отеля в такого уровня, вот, я не хочу, как бы, там, ну, вот, там, что-то преувеличивать или еще что-то говорить, ну, я у нас в Крыму пока что не наблюдала, ну, и была приятно поражена, потому что, ну, я по Крыму много где была, в принципе, там, в разных уголках, и в Паторе, там, и вот, в Портоните мы очень часто любим бывать, ну, вот, именно, чтобы такой вот большой комплекс, да, вот, и бассейны открыты, и закрыты, а вот сейчас вот я была на экскурсии тоже вообще под впечатлением, какие все там, я не знаю, кабинеты, массажи, процедуры, это просто.